Привет, друзья! С вами Наталья, Школа графического дизайна и иллюстрации. Сегодня по эскизу рисуем новогоднего олененка. Кстати, эскиз можно скачать в специальном альбоме в группе ВКонтакте. Ссылка под видео. Урок подробный и подойдет как начинающим осваивать программу, так и более опытным. Монтажная область размерами 3000 на 3000 пикселей создана. Эскиз импортирован и заблокирован. Итак, если посмотреть внимательно на него, то можно увидеть простые геометрические формы. Именно ими будем рисовать. Возьмем отрезок и нарисуем вот такую линию. Так надо сделать ее, чтобы она была не черная, а, например, красная. И потолще, чтобы мы ее видели. Инструмент белая стрелка. Выбрать опорную точку и уточнить линию. Вот этот кусочек, я думаю, что это эллипс, клавиша L. Рисуем эллипс и развернем его под нужным градусом. Здесь нужно будет сейчас, конечно, подбирать, потому что он такой более широкий, с альтом. И можно еще немножечко развернуть. Прям идеально попадать. Не обязательно с ума сходить от этого, но все-таки постараться. Эскиз такой достаточно выверенный. Так, эта часть получилась. Вот здесь, я думаю, либо дуга, либо круг. Поэтому возьмем все-таки закрытую форму круг. Клавиша L. Нарисуем с шифтом. И сразу с пробелом можно ставить по месту. Ножка. Ножка это треугольник. Треугольник находится в многоугольниках. Берем многоугольник. С шифтом рисуем, чтобы основание было строго горизонтально. И клавиша вниз. Количество вершин уменьшаем. Нужно развернуть его инструментом черная стрелка с шифтом вершиной вниз. И подобрать пропорции этого треугольника. Сплющить и растянуть его. Насколько нужно. Вот таким образом. То есть мы сейчас, друзья, мы выставим все объекты, которые организуют форму. Задняя нога. Давайте пока прям отдельно с шифтом и с льтом треугольник продублируем. С шифтом и с льтом передняя лапка. Вот эта линия это отрезок. Нарисуем с шифтом. Я думаю, что грудь и голова сделаем инструментом перо. Клавиша P. Либо перо на панели инструментов. Вот здесь ставим точку. Зажимаем левую клавишу мыши. Вытягиваем манипуляторы. И с альтом этот манипулятор ломаем. То есть чтобы была не сглаженная точка, а перегиб. Где-то примерно, я думаю, что вот здесь тянем манипуляторы. Зажата левая клавиша мыши. Здесь, я думаю, друзья, мы пока вот так заведем просто по щелчку мыши. Здесь с альтом тянем манипуляторы. Здесь тоже. Где-то здесь. И приходим в первую точку. И тянем вот таким образом, чтобы перегиб сохранить. Друзья, мы давайте отметим то, что нарисовано пером. Просто для удобства другим цветом. Например, розовым. И, конечно же, поправим рисунок на приближение клавиши A. Инструмент белая стрелка. И с помощью манипуляторов нарисуем что-то близкое к эскизу. Все-таки на эскизе я старалась рисовать гладкие формы. Друзья мои, вот в этой части нужно сделать, чтобы... Давайте сделаем, чтобы было касание. Чтобы сделать это точно, максимально точно. Меню просмотр. Привязку к пикселю отключаем. А быстрые направляющие должны быть обязательно включены. И возьмем точно. И сюда вот прям привяжем точку в точку. Можно за счет манипуляторов еще сейчас поправить. Итак, мы основные формы нарисовали. Теперь будем думать, как создать из них общую форму. Возьмем круг, эллипс, наклонную линию. Инструмент создания фигур. Зажимаем клавишу Alt. И отсекаем вот эти части. Так, этот отрезочек нам уже не нужен. Друзья мои, что здесь получилось? Обратите внимание. Отдельный объект. И нам нужно срезать вот эту часть, выступающую из треугольника. Точно так же. Берем два объекта вместе. Треугольник и вот эту сложную форму синюю. Инструмент создания фигур. Зажимаем Alt. И отсекаем вот эту часть. Теперь здесь нужно как-то удалить ту часть синей формы, которая выходит за ножку. Друзья мои, вот у этого синего объекта, выступающего, нам этот кусочек не нужен. Просто сделаем удалением опорных точек клавиша перо минус. Минус на клавиатуре. Нам вот эту точку нужно удалить и вот эту крайне удалить. А вот чтобы этого выступа не было, мы просто инструментом Shift-C, инструмент опорная точка, просто вот тут сломаем и вот этот сломаем, спрячем кусочек. И здесь на самом деле, если будут по свойствам скругленные концы, скругленные углы, то этого синего ничего не будет. То есть здесь форма абсолютно совпадает. Хотя мы сейчас будем сливать. Все равно будем сливать, поэтому в этом ничего страшного нет. Друзья мои, тут осталось делать что? Мы берем все вместе, что есть. Создание фигур. И проводим по всем объектам, которые получаются на пересечении. А лишние хвосты мы просто удаляем. Ножки, которые задние, мы возвращаем с Shift-C и с Shift-C и с L дублируем, чтобы получить переднюю ножку. Здесь я думаю, что можно просто ее вот так вот вытянуть. Пусть она будет немножко поизящной, потому что она дальняя. Вот здесь выступающую часть можно просто срезать прямоугольником. Нарисовала прямоугольник. С Shift-C заднюю ножку взяла и сделала заднюю минус-переднюю в палитре обработка контура. А потом спрячем, порядком поработаем. Хвостик и ушко пересечением окружности можно получить. Клавиша L с Shift-C. С размером потом определимся. С Shift-C и с L дублируем. Смотрим на пересечение. Берем два объекта вместе. В палитре обработка контура пересечения. В режиме Ctrl-Y лучше поставить прямо вот сюда. Идеально. Ctrl-Y выходим из режима. Ctrl-минус отдаляемся. И соответственно ухо это та же самая форма. Продублируем ее с L. Но здесь она по эскизу более приплюснутая. Тут надо будет посмотреть, когда будут готовы рога. И уточнить нужно будет потом голову. Сейчас займемся рогами. Рога, как вы видите, это кусочки окружности. Клавиша L. Рисуем с Shift-ом. И с пробелом ставим по месту. Я думаю, что где-то вот здесь. Срежем верхнюю часть вспомогательным прямоугольником. Клавиша M. Можно вот так от центра нарисовать прямоугольник. Возьмем два объекта вместе. Сделаем задний минус передний. И это замкнутая форма. Нам нужно сделать разомкнутой. Поэтому форма выбрана. Вот под инструментом ластик есть ножницы. И мы вот в этих точках рассекаем закрытый контур. И этот кусочек удаляем. Возьмем полукруг. Ctrl-C. Ctrl-Shift-V. На это же самое место вставили. И с Alt-ом вот так растягиваем. Ну, я думаю, что примерно по эскизу. Но если где-то что-то хочется поменьше, побольше, делаем, конечно, по вектору. Ориентируемся. Вот эти кусочки – это дуги. Правильные дуги. Дуга. Нарисуем с Shift. И стыкуем. И стыкуем с внешним вот этим полукругом. Тоже в режиме Ctrl-Y. Вот здесь лучше поставить идеально. Ctrl-Y. Выходим из режима. Здесь, конечно, друзья мои, нужно, чтобы дуга заканчивалась ровно по полукругам. Поэтому дуга выбрана. Инструмент ножницы. И вот так, видите, умные направляющие подсказывают, что точку ставим мы по высоте. Щелкаем. И вот этот кусочек отсекаем. Выбираем дугу. Правая клавиша. Трансформировать. Зеркальное отражение. Отразить по вертикали. Копировать. И ведем с Shift, чтобы шло ровно. До пересечения в правой части. Друзья мои, я думаю, что разблокируем эскиз. Ctrl-Alt-2. С Shift унесем в сторону. С Shift, чтобы, если что, вернуть ровно. И будем уточнять наш рисунок. Во-первых, я возьму все вместе. По свойствам сделаем одинаковый контур. Допустим, красный. Даже прям 15, например, для ровного счета. В свойствах обводки. Скругленные концы открытых контуров и скругленные углы. Допустим, сделаем туловище в заливку, чтобы нам ориентироваться ближе дальше. И туловище. Ctrl-Shift. Правая квадратная скобка вытянем на передний план. Сразу давайте нарисуем отрезком. Вот так вот пересечение с Shift-ом. Линию, на которой стоит. Вот тоже ведь темное направляющее подсказало мне, что я остановилась ровно по ширине рогов. Вот здесь, друзья мои, например, угол такой нехороший. Мы возьмем эту точку и с помощью вот этого кругляша скруглим максимально. Ну или где-то вручную дорисовать. Это вы уже умеете делать. Друзья мои, деление на животном нужно нарисовать тоже с помощью простых фигур и отсечь инструментом форма. А в следующей части урока мы поговорим о гармоничных сочетаниях цветов, которые возможны в этой работе. Если урок нравится, не забудьте поставить лайк. Увидимся! Прежде чем мы двинемся дальше, хочу пригласить на персональный курс обучения. Это отличный формат для тех, кто хочет быстро и качественно освоить программу Adobe Illustrator. Обратите внимание, по первой ссылке в описании все подробности и примерная программа. Но поскольку курс персональный, программу корректирую под ваши нужды. Со своей стороны гарантирую огромное количество домашних заданий и их тщательный разбор. И второе объявление. Готов к запуску подробный курс по иллюстратору и композиции. Бомбический иллюстратор. Это вторая ссылка в описании. Также очень интересные мини-курсы. Выбирайте свой. Вот что понемногу вырисовывается. Предлагаю с цветом сильно не заморачиваться и использовать стандартные цвета. Но если все же есть острое желание, то сейчас в правой верхней части экрана появится ссылка на урок, где я показываю все способы работы с цветом в программе. Не забывайте включать в работу фон. Сейчас он стандартного цвета. Вот голубой. Вот этот бежевый цвет. Это цвет оленя. Темно-коричневый. Это цвет контуров. Но такое сочетание в данном конкретном случае, на мой взгляд, достаточно яркое и активное. Поэтому можно что сделать? Выбран фон. Можно, например, попробовать поработать прозрачностью. Подобрать числовое значение прозрачности. Видите, как мягче, так более по-новогоднему. Ctrl-Z отменяю действия. Можно вручную. Двойной щелчок на цвете. Вот здесь вкладка насыщенность и яркость. Подобрать цвет. То есть он будет уже без прозрачности. Просто вы подберете нужный цвет для вашей работы. Друзья, моя КПЦ, которая дальняя от нас. Как передняя, так и задняя. Я предлагаю их сделать немножечко потемнее. Для этого с Shift выбираю эти два объекта. Ctrl-C скопирую в буфер обмена. Ctrl-F вставлю на это же самое место выше объектов, которые были в буфере. То есть Ctrl-Shift-V вставляет выше вообще всех объектов. А это то, что было в буфере. Вот эти объекты, стоящие сверху, дадим им цвет заливки точно такой же, как цвет контура. В нашем случае коричневый, стандартный. И вот этим верхним объектам дадим прозрачность. Ну, порядка, допустим, 20%. Enter. Так, видимо, маловато. Давайте 30 попробуем. То есть прозрачность дается как заливке, так и контуру. Но в нашем случае не суть. Они лежат друг на друге одного цвета. Вот, я думаю, так мы дали глубину нашему изображению. И еще хочу показать, как вариант объем на шариках. Ctrl-C скопирую в буфер шарик. Ctrl-Shift-V вставлю на это же самое место. И еще раз вставлю на это же самое место Ctrl-Shift-V. То есть на одном и том же месте три объекта. Изначально и два из буфера. И мы вот так вот смещаем на сколько-то, не знаю на сколько. Я смотрю на пересечение. Немножко, наверное, вот так. Возьмем с Shift-ом два объекта вместе. Палитра обработка контуров. Задний и минус передний. То есть что мы здесь видим? Вот видите, первый объект. И вот этот месяц. Ctrl-Z отменю действия. То же самое вот этому объекту мы дадим. Заливку. И дадим прозрачность. Как заливке, так и контуру. И можно клавишу L с Shift-ом с пробелом поставить по месту. Мы дадим какой-то обличок. По размеру тоже нужно подбирать. Либо просто чисто белый, либо с прозрачностью. Может быть голубоватый. Ну и собственно получается так, что если вас устраивает такой вариант. Меня он, конечно же, устраивает. То нужно, естественно, вот эти вот три объекта с Shift-ом Ctrl-G сгруппировать. Вот эти мы удалим. И с Alt-ом продублируем до привязки. С Alt-ом вот сюда. Я думаю, можно такой прием с бликом повторить в глазу. Ctrl-C. Ctrl-Shift-V. Shift-ом уменьшить. И сделать белый объект. Тут, конечно, уже смысла нет делать объем. Но тоже издалека. Потому что, видите, когда прием один только такой был бы на шариках, было как-то бы не очень. А так уже вроде бы в поддержку мы сделали глаз тоже объемный. Друзья мои, поскольку я сделала носик, может быть, есть смысл копытцы тоже коричневым отделить. Но это на ваше усмотрение. А на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал и соцсети школы. Ставьте лайки. Увидимся в новых уроках. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok